Самая крупная российская компания акционерного общества «Российские железные дороги» ежегодно уже в шестой раз проводит форум «Стратегия развития пространства 1520». Безусловно, следует приветствовать, и будем надеяться, что вот этот форум будет все дальше и дальше, все больше и больше набирать содержание. Я, к сожалению, только второй раз, то есть в прошлом году был, и в этом году принимаю участие в этом форуме, и мне бы хотелось сказать, что, казалось бы, название одно, а содержание каждый год меняется, и оно как бы углубляет подход к теме, которая заявлена. Поэтому в целом, безусловно, вызывает удовлетворение. Во-первых, видна квалификация людей, которые выступают. Видно их отношение к проблеме. Проблеме – это обеспечение, безусловно, перевоза грузов, обеспечение передвижения людей, в чем очень нуждается Россия. И третье – много новинок можно услышать и увидеть от тех или других компаний, которые работают на этом направлении. Одновременно мне бы хотелось, естественно, заметить, что справедливо во вступительном слое Владимира Ивановича Якунина было сказано, что мир меняется очень быстро. То есть он настолько стал быстро меняться, что он приводил там примеры уже, так сказать, больших известных в мире людей, высказывания о невозможности далекого предвидения. Но с точки зрения глобальных изменений, конечно, предвидения имеют место быть. Ну, например, колесорейс, как говорится, шикарная штука. Человечество попользовалось им без малого уже, так сказать, 200 лет. И, конечно, на смену идет другая технология. Технология в данном случае наиболее опробированная – это так называемая магнитолевитационная технология. Понятно, что компания существует для того, чтобы зарабатывать деньги и колесорейс на этой технологии. Но вот у меня есть такое пожелание и такая, так сказать, уверенность в том, что придет день, когда компания заинтересуется и этой технологией. Я, например, сегодня уже увидел ростки этого явления. Слушая выступление генерального директора Аэроэкспресс, я понял, что они в определенном замешательстве, что скорости колесорейс, например, не устроят систему, которая предполагает соединить три аэропорта в Москве. Там нужна другая технология с другими данными. Ну вот и наше предложение такое – рассмотреть магнитолевитационную технологию, рассмотреть опыт, который имеет Санкт-Петербургский государственный университет путей сообщения в этом направлении. Мы недавно выпустили книжку, которая так и называется «Транспортно-магнитном подвесе».